Апассионата, в общем-то, и поныне остается непревзойденной вершиной бутковского творчества и фортепианного, и творчества вообще. И несмотря на то, что после нее написаны были такие шедевры, как последние сонаты, все равно ее значение не меркнет. Ее значение как одной из сильнейших, мне кажется, трагедий, пережитых и воплощенных человечеством в музыке. Значение как сгустка страсти, боли, борьбы. В чем? Борьбы, так сказать, и с внешним, борьбы и с внутренним, с самим собой. Первая часть повергает человека бездома. Хоть и оставляет конфликт незавершенный. После этого продолжать борьбу сразу нет возможности. Душа требует покоя, отдыха, и она более дает покой, но не просто покой. А так вот, по тексту одного из баховских хоралов, что-то вроде того, что из бездны называют. Мне кажется, что и финал Апассионаты — это победа. Но победа не личности. Другое дело, что в этой борьбе столько воли, столько мужества, столько силы и страсти, что, вероятно, это сочинение могло бы называться оптимистической трагедией в этом ракурсе. Но победы, так сказать, человеческого начала совершенно не слышно. Должен сказать вообще, что вся событийность Апассионаты мне как-то представляется в ночном браке, который время от времени пронизывает молнии, такой яркости, которая освещает все вокруг. Это все в обратном. И, как мне кажется, редко решили виджевать опыта, и в школе подробно, когда мы хватит практически отъезда темноте. Спрашивайте.